Деревянную Успенской церкви, большую часть которой уничтожил огонь, снова не повезло. Из-за того, что техническое состояние объекта культурного наследия не отслеживалось должным образом, произошло обрушение алтарной части. Посмотреть, что же произошло на самом деле, не представляется возможным. Территория церкви огорожена большим зеленым забором на дверях замок. Но на самом деле находиться там небезопасно, потому что противоварийные первоочередные работы так и не были произведены. Еще в ноябре прошлого года собственнику объекта культурного наследия, территориальному управлению Росимущества, было выдано предписание принять меры, которые защитят памятник от дальнейшего разрушения, чтобы уцелевшие фрагменты церкви не создавали угрозу для жизни и здоровья людей, и не подвергались воздействию осадков. Но данное требование не исполнено до сих пор. В течение полугода после произошедшего пожара территориальным управлением Росимущества не было принято мер по сохранению оставшихся элементов объекта. Что, в свою очередь, может привести к его полному уничтожению. В связи с этим прокуратурой области в суд направлено исковое заявление о понуждении указанного органа провести работы по сохранению этого объекта путем его консервации. Судебное решение принято, и исполнение его находится на контроле органов прокуратуры. По решению суда все работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2016 года, пока собственник не обратился в комитет с заданием на проведение работ по консервации. Но известно, что конкурсная процедура по поиску подрядчика все же была объявлена. Однако завершилась неудачей. Заявленная сумма на проведение работ, которые были обозначены как консервационные, а не противоаварийные, оказалась недостаточной, чтобы провести полный комплекс работ по сохранению. 150 тысяч выставлялось, но если мы посмотрим среднюю рыночную стоимость, то только акт государственной историко-культурной экспертизы, научно-проектную документацию примерно столько и составляет. На эти денежные средства можно было провести противоаварийные работы. Для того, чтобы была такая возможность, необходимо было их и правильно прописать в техническом задании, что, к сожалению, сделано не было. В профильном комитете надеются, что до конца этого года будут выполнены первоочередные работы, и церковь, которая уже целый год простояла без какой-либо защиты, будет, наконец, укрыта от непогоды. Тем более, есть надежда получить федеральное средство на создание проекта экспертной документации для реставрации объекта в 2017 году, хотя год назад был шанс получить эти деньги раньше. Оказалось, что не совсем на руку нам сыграли средства массовой информации, которые осветили, что объект утрачен полностью. Естественно, Министерство культуры Российской Федерации должно было принимать решение о выделении денежных средств не на реставрацию объекта, а на его воссоздание, которое принимается в исключительных случаях и в особой процедуре. В связи с этим, как оказалось, те денежные средства, которые предполагалось нам еще выделить в этом году, нами не были получены. Но вот в рамках Всероссийского съезда, который у нас приходил, присутствует представитель Министерства культуры, они своими глазами убедили, что объект есть, есть что восстанавливать. Причина пожара установлена. Он произошел из-за устаревшей электропроводки, которая работала в аварийном режиме. По мнению экспертов, ущерб составил более 26 миллионов рублей. Должностные лица, ответственные за сохранность объекта, не приняли меры, чтобы не допустить трагедии. Во время пожара удалось спасти совсем немного. Церковный утварь, современные иконы, книги. Ценности выносили из огня до того момента, пока не начал рушиться потолок. Когда задымления еще не было внутри, работали и пожарные, и полиция вместе, как бы им передавали. Потом, когда уже задымление как бы начало усиливаться, пожарные включились в аппараты. Внутри все выносили, как бы через окна передавали полиции, они уже там как бы носили дальше. А так вот такая ситуация была. То есть работали там практически внутри до последнего, пока уже все, уже огонь перекрытие не затронул. То есть уже оттуда просто надо было водить людей, иначе бы там все просто остались. Спасатели вспоминают, в тот вечер был очень сильный ветер, но потом повалил снег, как будто кто-то сверху помогал тушить пламя. Люди верят, что уникальный памятник удастся возродить. Надежда еще остается. Если первоочередные работы по защите объекта собственник не проведет, его понудят к этому судебные приставы. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин